Кажи, пожалуйста, можно ли тебе задавать вопросы? А рубрика закончилась, можно? Вот рубрика закончилась, и можно задавать вопросы. Друзья, я напомню, что у нас есть конкурс, и у меня, кстати, не один приз. Первый за какие-то отклики, такие душевные, а второй за самый лучший вопрос, на который нашему герою будет интересно отвечать. Давайте, у кого есть вопросы? Рано еще. Рано? Давай я первый вопрос задам. Не разогрелись. Не разогрелись? Ну ничего, давай, ты на мне потренируешься? Хорошо. Хорошо. Но я не претендую на приз. А что есть вопросы? Так, ты новых клещей привез. Из леса. Откуда? Из леса клещей. Когда мы встретились с тобой, когда клещей доволен. Последняя прогулка, я принес трех. Я одного. Жена одного. А сколько на собак, я даже не считаю. Все. Мы их прогнали. Что вы делаете в лесу? Да, хороший вопрос. А? Что вы делаете в лесу? Что в лесу делаете? Живут. Что в лесу? Мы там живем. Разверку будем. Разверку. Практически в лесу живут. Практически под горой, с которой катаются на горных лыжах. Устраивают регулярно липатовские посиделки. Я на некоторых была, до сих пор вспоминаю все. От песен до плова. Все было прекрасно. Еще один вопрос. По два вопроса после каждой рубрики. Запомни, пожалуйста, вопрос про клещей. Так, мой вопрос хорошо и согласно. Я хочу выиграть приз. Назови, пожалуйста, людей, которые в наибольшей степени повлияли на твое творчество. Минимум пять человек. И объясни, почему. Так. Первые стихи я сдул у Сереги Буманова. Первый. Так. Потом. Товарищ у меня Сашка Митилев. Он как-то так подзуживал у меня. Давай, 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 давай. Вот. Потом, конечно, жена. Жена это. Все, это муза моя. Наталья Васильевна Петровская, которая брала мою книжку первую со стихами. Проверять. Критиковать. Да, критиковать. Вот. И, ну и, наверное, очень сильно повлиял отец. Отец. Хотя он моих стихов-то не видал в жизни. Он не дожил. Но повлиял здорово. Спасибо большое. А кем он по профессии был? М? Кем он по профессии был, отец? Вот как он? Он был старый солдат. Вот так. Вот так. Давайте вдруг кто-то не знает. Елена Анатольевна Липатова. Леночка, пристань. Ну, вдруг тебя кто-то не знает. Встань рядом с Сашей, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, раз уж ты здесь, скажи пару слов. Как на тебя повлияло присутствие этого человека в твоей жизни? Молодец. Есть такая присказка, что где ты был, там, когда что-то раздавали. Так вот, я недавно, когда вот он сидел у костра, пели у нас, друзья пели. И до меня вдруг дошло, я говорю, слушай, Саш, когда Бог мужей раздавал, я первая оказалась в очереди. И я взяла с тобой лучшее, чтобы... А по-другому никак не скажешь, потому что вот мы вместе женаты 37 лет. И 37 лет – это стихи, это песни, это музыка, это какие-то рифмы. На любые жизненные ситуации, и когда ты разговариваешь с человеком, и вдруг, хоп, у него так глаза стекленеют, и он где-то уже в другом месте, а потом говорит, слушай, что мне написано. Это какая-то особая жизнь, это какое-то особое состояние жизни. И я очень благодарна Богу, что всё так случилось. Я тебя очень люблю. Я тебя люблю. Я расширю список. Это, конечно, мои друзья и моя семья, мои дети. Они уже внукам мои песни поют, с внуками песни. Ну, что... Скорые внуки начнут петь. Скорые внуки начнут петь. Надо было на концерт привезти старшую внучку, она поёт очень много песен.